На заседании Совета по экономическому развитию и реформам при президенте и представители рабочей группы по разработке программы экономического развития обсуждались проблемы экономики и ключевых точек ее роста. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что представленные в программе материалы отражают экономические реалии и возможности нашей страны. Знаю, что за это время проводились серьезные работы, были встречи в Москве, были в Абхазии и как результат этой деятельности нам представлены материалы, отражающие экономическую ситуацию в Абхазии и перспективные направления и пути реализации этих возможностей. Насколько мне известно, в этой работе и были использованы материалы, документы, которые называются «Стратегия развития Абхазии до 2025 года». Данный документ требует доработки. Он должен охватить все сферы жизнедеятельности государства, уверен президент. Один из разработчиков программы Александр Идрисов считает, что основные ее приоритеты заключаются в обеспечении самодостаточности бюджета, создании рабочих мест за счет роста экономики. В первую очередь нужно, конечно, делать фокус на традиционных туризм развивать, но расширять его возможности. Там много возможностей. В сельском хозяйстве много возможностей. Пищевая переработка, пищевая промышленность. И мы провели детальные группы с участием предпринимателей Абхазии, обсудили все эти возможности и пришли к выводу, какие перспективные оставить направления. Программа «25 шагов по развитию экономики Абхазии» до 2025 года разрабатывалась в течение года рабочей группой при Министерстве экономики Абхазии с привлечением экспертов из консалтинговой компании Strategy Partners Group. Непосредственную помощь в работе над проектом оказала московская абхазская диаспора, взяв на себя все финансовые вопросы, связанные с привлечением российских экспертов. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзенба подчеркнул, что без этой программы невозможно говорить о поступательном и последовательном развитии экономики нашей страны. Нам необходимо все-таки переходить к тому, что мы процессы управления государством переводим на рельсы программного поступательного развития. Это очень важно. Мы должны сформировать институты развития, жизнедеятельность которых дольше жизнедеятельности тех или иных политических течений. Это очень важно. Без этого мы не сможем поступательно развиваться, без этого мы не сможем достигать долгосрочных задач и реализовать амбициозные задачи, которые перед нами стоят. Несмотря на то, что экономика Абхазии демонстрирует положительную динамику, общие показатели экономического развития находятся на низком уровне, считают разработчики программы. По мнению Александра Идрисова, импульсом роста могут послужить отраслевые секторы, имеющие потенциал, в которых Абхазия может составить конкуренцию. Это в первую очередь туризм, овощеводство и плодоводство, рыболовство, производство продуктов питания, строительных материалов, виноделия, а также в перспективе и сектор информационных технологий, IT. А географическая близость к большому российскому рынку открывает значительные экспортные возможности для Абхазии. Очень важно провести трансформацию государственной службы. Мы считаем, что здесь большой потенциал улучшений. И самое главное, нужно улучшить инвестиционный климат и условия для ведения бизнеса в Абхазии. В том числе и безопасность обеспечить лучше, и, соответственно, налоговый климат, создать работу чиновников с предпринимателями. Здесь в Абхазии как раз огромный потенциал. Почему? Потому что в отличие, допустим, от российских регионов, где есть ограничения сверху, и всегда нужно согласовывать что-то с федеральным центром. А в Абхазии есть все. Пошел и принял закон. То есть все только в эффективности власти. На мой взгляд, будет эффективно действовать власть, будет результат. Еще до начала реализации программы необходимо детально исследовать все ее аспекты, говорят эксперты. И начинать нужно с самого необходимого, учитывая сильные и слабые стороны экономики нашей страны. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.